Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 30 октября и давайте посмотрим, с чем у нас начинается эта торговая неделя. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая продолжается. То направление, которое было выбрано в конце прошлой недели, на текущий момент сохраняется. Ближайшие цели по данному движению это преодоление минимальных значений, которые мы видели в пятницу в области 1.1567 и далее мы можем увидеть уже евро-доллар на отметке 1.1439. Возобновление покупок будет актуально после преодоления максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе в пятницу, а именно преодоление отметки 1.1660. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает снижаться. На текущий момент ближайшая цель для преодоления это уход ниже отметки 1.3061. Это минимум, который был зафиксирован вчера. Если пара сможет закрепиться выше отметки 1.3167, это максимум прошлой недели, пятницы, то тогда мы можем уже говорить о возобновлении восходящей тенденции по данному активу. Пара американский доллар, японская иена сегодня с утра пытается закрепиться ниже отметки минимальных значений, которые мы видели в пятницу, а именно область 1.1364. На текущий момент мы можем говорить о том, что вероятность начала коррекционного нисходящего движения сейчас наиболее вероятна. Если мы увидим уход выше отметки максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе, то тогда уже данный коррекционный сценарий будет отменен и пара американский доллар, японская иена продолжит свое восходящее движение. Поэтому на текущий момент будем следить за тем, как пара сможет закрепиться ниже отметки 1.1364. Если мы увидим уход выше максимума пятницы, то тогда уже сценарий на укрепление получит дальнейшее подтверждение. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент также продолжает укрепляться. Ближайший разворотный уровень для начала продаж находится на минимальных значениях пятницы. Это отметка 1.2806. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете. С ближайшими целями закрепление выше отметки 1.2926. Это максимум, который был зафиксирован в пятницу и далее с движением уже на 1.2982. При преодолении минимальных значений уже открываются цели движения на 1.2630 и на 1.2445. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент также продолжает снижаться. Ближайшие цели по нисходящему движению это закрепиться ниже отметки 76.23. Минимум, который был зафиксирован в пятницу, в свою очередь уход выше максимума пятницы и закрепление за данным уровнем уже вернет нас к покупкам по данному активу. Поэтому следим за уровнем 76.78 по австралийцу. Пара евро-фунт продолжает снижаться. На текущий момент ближайшая цель по нисходящему движению это закрепление ниже минимальных значений пятницы. Область 88.25, ну а возобновление покупок будет актуально только после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу, а именно 89.01. По золоту на текущем тенденции нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели это движение в область уже 1.262 доллара за тройскую унцию, далее на 1.258. Возобновление покупок будет актуально после преодоления максимальных значений пятницы в области 1.274 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Сегодня с утра мы уже видим, что пара, прошу прощения, что нефть торгуется выше максимальных значений пятницы, пытается закрепиться за этим уровнем. Именно туда сейчас и смотрит нефть. Поэтому ближайшие цели это закрепиться выше отметки 60.84, далее двинуться уже на 62. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений пятницы ниже области 58.89. По индексу DAX продолжение восходящего тренда также остается на текущий момент в приоритете. Ближайшие цели по восходящему движению это закрепиться выше отметки 13.259. Начало коррекционного движения будет актуально в том случае, если индекс DAX может уйти ниже минимальных значений пятницы, а закрепиться за областью 13.148. Ну и по биткоину на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Тенденция началась, напомню, на прошлой неделе. Поэтому на текущий момент ближайшая цель по восходящему движению это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели уже 21 октября, а именно уход выше отметки 6.179 долларов за один биткоин. Альтернативный сценарий будет актуален после преодоления минимальных значений пятницы ниже области 5.668. На текущем момент тенденции на укрепление остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезно, то ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то оставляйте комментарии и увидимся уже на наших следующих видеообзорах. Напомню также, что сегодня в 19.30 по московскому времени у нас пройдет вебинар, на котором мы более подробно разберем все из выше представленных инструментов. Поэтому приглашаю вас на данный вебинар. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok